Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Так, забираем награду за Лигу Мастеров 2 звезды Так, сегодня я хочу ребят добраться до 3 звезд Потому что уже конец недели, как ты понимаешь, и нам нужно обязательно быть в Лиге Мастеров 3 звезды Так, ну что, посмотрим где мы находимся Ага, в Лиге Мастеров 1 звезду, все-таки меня скинули, но сам понимаешь это мелочи И, кстати, сегодня мы прокачаем все-таки Крисиного Короля на сотку Да-да, ребят, я уже, грубо говоря, к этому подготовился Так, вот я не знаю, справится ли у меня Маузер 76-й, 75-й Я знаю, что Армагон точно справится и Зэк Но вдвоем они, в принципе, должны потянуть эту команду Сейчас посмотрим Так, ну что, закидываем бомбочку туда И... Так, подожди Да не, Армагон должен справиться, ребят Он же повесил не защиту, все-таки, а просто атаку Микеланджело Если бы он защиту повесил, то да, может быть кто-нибудь выжил Атака для нас это не имеет вообще никакого значения Ребята, я возвращаюсь в Лигу Мастеров 2 звезды Но... Но что, но? Ну, нам еще предстоит долгий путь Нам, во-первых, нужно пройти сейчас Лигу Мастеров 2 звезды Потом перейти на 3 звезды И только после этого У нас будет топчик, я надеюсь Хотя, ты знаешь, если мы с тобой подсчитывали по 10 поединков Нам нужно будет для проходки в Лигу 20 боев 20, грубо говоря, умножаем на 5 100 персонажей, а у нас, по-моему, их 70 или 80 То есть, как ни крути, но не хватит Но опять же, все зависит от того, сколько нам будут давать Нам могут давать десятку Могут давать восьмерку А могут давать и 11, и 12 кубков Тут уж... Вот сейчас, в данный момент, именно 10 кубков дали Но еще раз повторяю, ребята, могут дать и больше Ну что, придется мне, наверное, на откатах сегодня играть Маузер плюс Дони Интересно Маузер плюс Дони У них Микеланджело есть Причем майки у них довольно с хорошей инициативой Но если Маузер и Звездонутые уронят их То нам надо будет просто добить потом Донателло Блин, я не знаю, ребят Этот Маузер какой-то непредсказуемый Он может положить пачку, которая состоит из 76 уровней персонажей А может их просто, ребята, не добить И вот как игра поведет себя Ты не можешь вот... Ты находишься в какой-то определенной... Неопределенности Что это? Зависла по ходу игра, друзья мои Ну и как я, ребята, уже успел понаблюдать Вот очень стали часто вот эти вот вылеты Какие-то перезагрузки нелепые Я не знаю, с чем связано Вроде никаких обновлений не было Почему он так себя ведет? Без понятия Так, ну что, этой командой 100%, ребята Опять же, мы с вами разрулим ситуацию Леонарда на подхвате Но я думаю, что... Я думаю, что Маузер справится Блин, поел соленых огурцов Теперь почему-то, ребят, хочется пить и сушит меня Поэтому приходится вот так вот кряхтеть Хотя я воды уже, если честно, опился Мне уже она просто не лезет Я уже как этот водяной бочонок Я скоро буду просыпаться и глаз их не видеть Столько воды пить, это... Жесть какая-то Так, ну что, давай возьмем, наверное, вот эту команду Возьму Бакстера Стокмана Плюс Донателло А вот как думаешь, Донателло и Бакстер Стокман Они вот вдвоем по инициативе вытянут? Я просто, знаешь, что боюсь? Я боюсь здесь Слэша У него, по-моему, инициатива будет лучше, чем у Бакстера Стокмана Ты серьезно сейчас, Пит? Ты серьезно? Ты лезешь, блин, куда тебя не просят, а? Так, ну, постепенно урон Да, ребят, постепенно урон здесь зарешал Так, ну что, переходим с тобой на 60-ю? Нет, вот, ребята, вот сейчас в данный момент дали 9 кубков Ну, вот я вам говорил, что Ты никогда не узнаешь, сколько тебе дадут Много, мало Конечно, лучше много, чем мало Так, да что ты слышишь? Постоянно лезет ко мне отсюда В команду Я говорю, не хочу, нет, он лезет Это, видимо, когда я внизу пролистываю Нечаянно нажимаю на его портретик И он, как бы, отмечается у нас Так, ну что, давай, Рафаэль Ммм, Донателло упал А я вам говорил, ребята, что Вот эти вот хилы Саппорты всякие Они здесь в игре Очень Славозащищенные И поэтому их разбирать здесь одно удовольствие Какого можно отметить хила здесь мощного? Назови мне хоть одного Микеланджело? Если только за счет уклонения, то да Но зато по массовым атакам он ватник У него нет их У него нет их И поэтому Он только спасается за счет уклонения Но опять же, ребята, мы видели прекрасно, что уклонение Против хай-левелых персонажей Врагов Не всегда срабатывает Когда он делает уклонение, у него идеально просто срабатывает Ты фиг попадешь Когда делаю это же самое я Меня брак разбирает, как будто его вообще нету Поэтому, наверное, все-таки Если взять уклонение или защиту Если ты хочешь быть на 100% уверен, что ты не упадешь Лучше брать все-таки защиту Уклонение такое, знаешь Прокатит, не прокатит Непонятно А вот если ты поставишь защиту У тебя есть шанс выжить Хотя бы за счет дефа Ну, дополнительная защита Тем более, если Персонаж Не особо защищенный Да, у которого вообще практически нет никакой защиты Ему все-таки это даст какой-то определенный бонус Ну, какая-то процентовка к Отражению Или к Перенесению вот того самого урона Так что, ребятушки А потом, естественно, ты можешь уже захиляться Или как-то быстренько уничтожить противника У которого, естественно, ты споришь на шкалу На шкалу инициативы, да? И, соответственно, ты видишь, какой противник будет ходить А какой противник будет еще, ребята, отдыхать Поэтому я Когда вот, например, мало здоровья у кого-то остается, да? Из моих бойцов Естественно, в первую очередь бомблю Не того, кто меня атаковал Или у кого-то массово атаковал А у того, кто будет следующий ход Понимаешь, да? Потому что, если ты добьешь того противника Который уже сходил То это тебе ничего ровным счетом не даст Вот Вот, видишь, вот тут по шкале, ребята У них практически у всех одинаковая шкала заполнена Вот И как бы Ну, тут понятно, что Армагон всех уничтожит Но если бы, например, у кого-то была бы на пределе уже, да? Вот-вот он будет ходить А у кого-то она только начинается заполняться То, естественно, лучше бить того У кого будет она почти сейчас заполнена Так, ты себя обезопасишь Ты уничтожишь противника Потом у тебя будет шанс и еще кого-то бомбануть Так что, делай выводы Так, ну что, берем Маузера Кто у нас тут еще остался? Кто может... Ну, вот, в принципе, Макман Макман тоже неплох, ребят И вот эта вот суперторнадо Очень имбовая штука Она чем еще хорошо? Если противник, к примеру Забафался Повесил на себя там Я вот не знаю Единственное, что, ребята Если он ставит на себя иммунитет То... Неужели подобьет? Если он, например, на себя ставит иммунитет То торнадо наносит урон или нет? Потому что торнадо Это как бы магический урон, да? Получается Иммунитет Это дает тебе защиту от магического урона И вот мне бы хотелось знать Он будет снимать этот баф На противники? Или он вообще урона не нанесет? Как бы вот вопрос интересный Здесь ребята, кто играет Проверьте Зацените У меня просто прокачанные персонажи Я не могу... Они просто не успевают ничего здесь делать Тот, у кого, например, из вас есть Макман Да? И, например, он будет драться против Ну, даже, предположим, Рафаэля, да? Вот Рафаэль делает на себя иммунку По-моему... По-моему, какой-то из Леонарда Тоже делает иммунитет Ой-ой-ой-ой-ой Ребята, а чё я туплю-то? Ой А чё я туплю? Ёпрус Это вообще расслабился Вот И... Просто интересно знать Он снимет Ну, нанесет урон При... Том раскладе Что у противника будет иммунитет висеть Мне вот интересно просто Если, конечно, ребят Если, конечно же У него не физ урон То есть торнадо Это не физика То есть, если это Физика То иммунитет в любом случае не поможет Но если это магическая атака То она должна их защитить По идее так Вот зачем я сейчас вот это сделал, ребят? Вот зачем я так тупанул? Блин Мне надо было навешивать сейчас уклонение Если сейчас мы их не добьём Ёк-макарёк А Давай, давай, слышь Фу Я уже испугался Сейчас, думаю, полетят у нас тут Клочки по закоулочкам Потому что я Микеланджело не успел, ребята Поставить уклонение А начал атаковать И тем временем, ребята Мы уже с вами на Лиге Мастеров Три звезды Так Слушайте, я скажу вам одно, ребята Я вот в отпуске Я очень сильно расслабился Мне, если честно Даже вот Порой Лень Записывать видосы И я думал, наоборот Пойду в отпуск Будет больше времени Будем больше с вами сидеть Проводить какие-то стримы Но Оказалось, всё наоборот, ребят Я больше отдыхаю Больше, я не знаю Валяюсь Грубо говоря Смотрю телек Там Смотрю всякие шорсы Ну, в общем Балдею Отдыхаю Грубо говоря Хожу по гостям Гуляю И тому подобное Вы уж меня извините Что Пипец Пипец Что так получается Ну, ничего Ещё у нас есть время Ещё только лишь Какое-то Одиннадцатое число Отдыхаем мы с вами До июня До конца июня Так что Надеюсь Как-то Войду в эту колею Сейчас просто Такой момент Именно вот Как тебе объяснить Когда ты работаешь Год Без остановки А может быть Даже и больше года И идёшь в отпуск И вот тебе кажется Вот хочется Вот это время Как бы растянуть Потому что Когда ты садишься За компьютер Вот поверь мне Я сажусь за компьютер Два-три ролика снял У меня пять часов Улетело уже Просто Грубо говоря День улетает И как-то становится Немножечко обидно Потому что Ты в отпуске Вроде Да А занимаешься Тоже самое Рутиной Что ты Во время работы Но только во время работы У тебя есть режим Я например Не могу там Ночами засиживаться Потому что Мне там на работу Предположим Да Не считая выходных Здесь же я сижу Ну Я не знаю Очень большое количество времени И режим сбился И теперь Могу например Встать в шесть вечера И просидеть Например До двенадцати дня Следующего дня Я имею ввиду То есть Вот Такая штука Так что Друзья мои Надеюсь Все таки Войду я В свою колею В нормальную И будем Делать наши Как говорится Запланированные планы Вот сам говорю И сам себе не верю Такой думаю Да Да Рэй Конечно Свести Свести Опять будешь Балдеть Валяться Я не знаю Отдыхать Пиво пить И тому подобное Ну не знаю Ну не знаю Ребят Какая-то Значит такая Ну Грубо говоря Я ушел в отпуск Да И Как бы Компьютерное Вот это вот Увлечение Тоже со мной Вместе Ушло В отпуск Так скажем Так Ну что Маузеры Давай Бомбанем А еще В комментариях Мне убивает Рэй Почему ты Не играешь На равных Ну типа Одинаковыми Уровнями Чтобы твои персонажи Были одинаково Уровня Со вражескими Я еще раз Ребята Повторяю Что Это будет Крах Они всегда Сильнее меня Они даже Сильнее меня Если я Возьму Даже Пять уровней Выше Вот мои персонажи На пять уровней Выше будут Вражеских И все равно Они меня будут Разбирать Потому что Здесь так сделано У меня Сотые уровни Вот сейчас Дерутся Против Семь Десять Восьмых И ты Видишь Какой итог Если им дать Немножечко Тут Разгуляться Грубо говоря Если бы у меня Не было бы здесь Например Армагона Маузера Шредера Там Супер Шредера Я имею ввиду Кунаичи А были бы Каким там Ну даже Например Там Джастин Вот такой На сотом уровне Да Или еще Короче Не очень сильные Бойцы И нас бы тут Разметали Как Пирожки На базаре Просто разносили бы В хлам Даже не спрашивали Как тебя зовут Поэтому Мне приходится Брать топовых бойцов А в данный момент У меня из топовых бойцов Это Маузеры Это у меня Армагон Это Супер Шредер Кунаичи А вот Такие Персонажи Как Усаги Леонардо Макмен Они ушли у меня На второй план Потому что Они не дотягивают До той Супер Мощи Которая Должна бы быть На сотом уровне Я их просто Как бы Немножко Отодвинул На второй план Есть топ Из топов Да Например Вот Сотый уровень Фулл Прокачка Вот И из этого Из этой братвы Можно выделить Какие-то Определенные Каких-то Определенных Персонажей Которые действительно Оправдывают Вот эту вот Свою прокачку Джастин Как я вам говорил Не оправдывает В моем случае Не оправдывает Вообще Хотя он по-моему И не сотого уровня Или нет Или сотого Вот Макман Макман оправдывает Но Он Не имеет той мощи Именно Суператаки Чтобы положить Вражескую команду Сразу же На землю Приходится после него Идти И добивать Нет Маузеры тоже Конечно Они не способны В некоторых случаях Забомбить всех Но у них Шанс все-таки В разы больше В разы Ребята больше Так Ну вот смотри Вот это уже Фул Это ребята Фул Это топ 79 уровень Это самый-самый Максимальный предел Который здесь может быть У нашего противника То есть Высший у них Уровня нету Я не знаю почему Но может быть Оно и к лучшему Если бы их прокачивали До сотки Грубо говоря Да Ну не прокачивали А враги были бы С сотого уровня У меня бы шансов Здесь на победу Вообще бы не было От слова Совсем Разносили бы В пух и прах Так ну что ребята С ареной На сегодня закончили Ну в топ Конечно мы не зашли Но тем не менее 16 позицию Получаем И я думаю что До понедельника Меня не скинут Ну я периодически Буду заглядывать Конечно же в игру Но я думаю что не скинут Так ну что у нас Друзья мои Черепашья буря Одно из моих Любимых Испытаний Так подожди Давай-ка мы наверное Сделаем так И Ну придется вот так делать Да Так сделать Я не знаю почему ребята Но вот Почему-то мне нравится Это событие Которое я могу Проходить Слушай а зачем Я сейчас вот так Сделал Рэй Ё-моё Ну зачем ты так Сделал А еще хотел сказать Ребята Есть Такая вот у меня Сказать Не проблема Это Я сажусь Вроде бы записывать Ролик Да Забываю нажать На запись И просто играю И не замечая Того что у меня Не включен Например ОБС А когда я записал Ролик И Естественно Ты идешь его Редактировать То Обнаружишь Что файла нету И думаешь Ё-моё Я забыл Поставить на запись Вот такая вот фигня А иногда просто Ребята садишь Ты их думаешь Ах Сейчас позаписываю Думаю Ну сейчас Немножечко здесь Поброжу Здесь Поброжу И так увлекаешься Что просто даже Не хочется тебе Что-то там Куда-то кликать Нажимать Ты просто играешь В свое удовольствие И я тебе скажу Такую вот Закономерность Что когда я играю Ребята Не на запись У меня намного лучше получается Знаешь наверное почему Потому что Когда ты записываешь игру Тебе приходится Общаться Как бы самому Ну сам с собой Разговариваешь Грубо говоря И Немножко сбиваешься Что-то там говоришь Говоришь Забыл Там это забыл Когда ты играешь Один Ну вот просто Замкнулся в себе И играешь Все идет Идеально Это любой игры Ребята касается Что в Бравл Старс Я вот играю Да Не на запись Блин Все идет Четненько Как только я начинаю На съемку это делать Все идет Через одно место И причем Я тебе скажу Что когда я снимаю Без записи У меня Такой ругани нету Ну есть Но не такая жесткая Когда идет На запись Не знаю С чем это связано Так Лео Давай добиваем его Ух Я и забыл Я и забыл Что у Леонарда На один ход Есть Бессмертие Ну не уязвимость Так давай Комотив щелкнем Та-дэнс Все ребят Это Этот этап Тоже мы прошли И остается у нас Последний Так Последний Единственное что Конечно За эти прохождения Ребята мы Тратим Очень Огромное Количество Телепортов Че Это Это Че сейчас Было Я не понял Че за Выпендреж От Рафаэля Ну в принципе Да Я помню Что у него Офигенная Инициатива Но не настолько Что он прям Переплюнул всех На своем То 80 уровне Ребята На своем Несчастном На 80 уровне Так Я их Наверное В рукопашку Здесь запинаю 6 волн Все таки Надо Сэкономить На супер Атаках Так Вот с этим Шутить Не будем Черт Давай Массовую Влепим Я знаю Что Вот эта Массовая Атака Ребята К сожалению Слабая Очень Слабая Добивай В плане Блин Рафик Хорош Завязывай Так Приколосно Так Ну Из этой Команды Злющий Только Наверное Как по мне Так Это Леонардо Давай Волной Добьем Так Четвертая Волна Здесь Здесь Наверное Рафаэль Все таки Будет По мне Рафаэль Здесь Злее Всех Да я Наверное Вот это Активирую Вот это Ага Смотри С него Слез Ребята Дебаф Дебаф Получается Всего лишь Что На один ход Получается Так Этот Берет Провокацию На себя Давай Пулеметную Дробь Поставим Так Я знаю Что А Леонардо Провокацию Ну давай Так сделаем Сейчас у него Ну вот Смотри Ребята У него же Должна быть По идее Или это Все таки С каким-то Шансом Срабатывания Идет Неузъемость Она же У него должна Быть Леонардо ЖД С неузъемостью Леонардо Ну тут Почему-то Не прокатила Эта штука Так Давай Наверное Ракетами Шмальнем Разочек Красота Добили Бросим туда Гранату Пробивной Что за Пробивной Добьем Но зато Заблокировали Способности То есть Он не может Применять Ребята Свои Спешл Так скажем Так Ну и вот Последняя команда У нас массовая атака Есть хоть где-нибудь Нифига у нас нету О да Смертоносный луч От Крэнга Отлично Впаял И Врубаем Все Друзья мои Эти события у нас Пройдены все От корочки до корочки И на три звезды Так Только не говори Что ты сейчас опять вылетишь А Нет ребят Прогрузилась Но Немножко меня Напугало Так Давай посмотрим Здесь у нас Все Тут у нас остается Немножечко Друзья мои Я наверное Рискну Так Доллары Ай-яй-яй Не вышло Ладно Не вышло Так не вышло Ну что Пойдем теперь Пройдем серию Испытаний Возьму Наверное Раз Два Три Четыре Пять Вот в этой команде Ребята Вообще Топчик Знаете почему? Потому что здесь два хила Здесь хил у нас Донателло Маг И тут же у нас хил С тобой еще и Рафаэль Но по-моему Если не ошибаюсь Ой Рафаэль Микеланджело Но если не ошибаюсь Ребята То Микеланджело По-моему В разы Больше и лучше Бафает Чем Донателло Ну давай Сделаем так Поставим уклонение Так Минус Бот Еще один упал Повесь пожалуйста На них постепенный урон Есть Красавчик И ракеты Я думаю что это будет Но Е Я так и думал Ребята Что он Постепенного урона Клякнет Так Ну что Прошли мы с тобой Задание Так А теперь идем Ребята На самое главное Наконец-то Наконец-то Друзья мои Мы прокачались В вами Красивого короля На сотый уровень Так Следующий у кого Донателло будем Да Докачивать Раз уж взялись За него Давай ребята Его добивать Тогда получается Так Вначале прокачаем Здесь Это я уже Приготовил Все ребята Еще с прошлых серий Который за кадром Естественно проходил Так Уровень Даже два Так И у нас Четыре Геймпада Так Два Нашли Так Это у нас Третий Четвертый Геймпады Все Геймпады Найдены Так Восемь пленок С катушкой Один Два Так Три Че все что ли Задание выполнили Ну подожди Да Выполнили все ребята Задание Но Спицы то еще не закончили Так Подожди Давай-ка мы с собой Распитрушим Карточки А то они опять У меня в хаотичном Порядке стоят все А мне на нашем Они стояли В своей очереди Ну по силе И там подобное Так Где Дони Дони здесь Навыки Еще пять Катушек Можно найти Одна Вторая Третья Четвертая Пятая Так Катушки Тоже друзья Найдены И остается лишь Десять Номеров Найти Так Пицца Пицца Кончилась Сейчас уже ребята Вот последняя попытка Ну два номера Нашли Уже хорошо Два номера Нашли Уже хорошо Ну что Друзья мои Увидимся Уже наверное Я думаю В понедельник Уже Когда у нас Будет Буст Нам с тобой 400 Осколков Платиновых Нужно будет Это получается Пять недель Ребята Это ровно Какой ровно Это больше месяца Нам придется С вами пыхтеть До следующего Платинового Героя А на сегодня Все Всем удачи И до новых Скорых Видосиков